Причиной хозяйственного спора между Горсоветом и одним из предпринимателей стало помещение в цокольном этаже здания, а точнее десятая часть от суммы, потраченной на его ремонт. Её обязан оплатить каждый предприниматель города, который планирует провести реконструкцию своего офиса или магазина. Эти уплаченные бизнесменами деньги идут на благоустройство города. Инициатива хорошая, соглашается депутат Горсовета Анатолий Родзинский. Но в Харькове её превратили в схему получения незаконного дохода. Дело в том, что размер суммы, которую нужно уплатить, определяет один из департаментов Горсовета. И в его власти, рассказывает Анатолий Родзинский, либо согласиться с суммами, указанными в строительных сметах предпринимателей, либо подать в суд. Разница состоит, на мой взгляд, в коррупционных требованиях. То есть, если предприниматель взятку заплатил, значит, всё в порядке. То есть, его документы приняли. А если предприниматель взятку не заплатил, значит, с него требуют в 10 раз больше через суд. Так вышло и с бизнесменом, интересы которого решил отстаивать Анатолий Родзинский. Десятина составила 89 тысяч гривен. Это оказалось больше, чем было истрачено на весь ремонт. Его предприниматель сделал за 76 тысяч гривен. А Горсовет посчитал, что ремонт каждого квадратного метра вот этого здания обошелся бизнесмену практически в тысячу долларов. Это даже больше, чем просят за квадратный метр новостроя. Поскольку оплачивать за облачные суммы предприниматель отказался, Горсовет подал на него в суд, где и пояснил, откуда взялась такая астрономическая сумма. Но, несмотря на усилия представителя Горсовета, суд признал претензии городской власти несостоятельными. Такое решение суда Анатолий Родзинский считает более чем справедливым. Это своеобразный прецедент, показывающий, что справиться со своеволием городской власти можно законным путем. Моя задача – показать, что Кернеса и его команду можно побеждать. Можно побеждать в судах, можно побеждать каждый день, можно побеждать в городском совете, везде. Это нужно делать. Харьков нужно очистить от того вируса, который проник везде, во все структуры городского совета. Оксана Нечапаренко, Александр Проценко, агентство телевидения новости.